Военных сегодня поздравили во всех регионах. В Харьков на поезде Трухановская сечь приехала молодежь из восьми областей Украины. Чем завершился этот праздник? Давайте посмотрим. В Харькове защитников Украины и военных, и ветеранов АТО с утра поздравляли чиновники. На площади защитников Отечества минутой молчания почтили тех, кто не вернулся с фронта и возложили цветы к мемориалу. Кроме того, сегодняшний праздник отметили патриотическим шествием. Его участники прошли по центральной улице Харькова от монумента Ивану Серку до памятного знака воинам УПА. Приняла участие в марше и молодежь, которая съехалась в Харьков из восьми областей Украины на поезде единения Трухановская сечь. Колона прошла мимо мемориала репрессированным Кабзарям и памятника Шевченко. У памятника героев УПА активисты развернули огромный флаг Украины и провели молебен. А вот после обеда вандалы омрачили праздник. Камень в молодежном парке, установленном в честь воинов УПА, облили красной краской. В Николаеве к Дню Защитника открыли новый мемориал памяти бойцов, погибших в АТО. Ранее на этом месте была доска почета ударников труда и плакаты о достижениях промышленности. Сегодня конструкцию мемориала полностью отремонтировали. Фамилии героев разместили на фоне фотографий с фронта. У меня одна дитинка, и не мой. Ой, благо, не могла. Вот сегодня мой сыночек был заканчивый, четвертый, вниз. Почтить память героев пришли их родные, сослуживцы и неравнодушные жители Николаева. 13.07.14 года погиб Саша Костюшко, Сергей Ярошенко. Я был поранен, остался живым, пришел отдать гидную шану. Сходил второй раз в аэропорт, отомстил врагам. Почтить память этим нашим героям, которые погибли назад. Молодые ребята, это наши сыновья. Мы им благодарны от всей души. В Днепре начали отмечать День защитника Украины с принятия присяги. 350 курсантов университета внутренних дел дали клятву на верность Украине. Пришли на церемонию и матери бойцов, которые погибли на Донбассе. Они принесли фотографии своих сыновей. Память павших защитников почтили минутой молчания. Потом нацгвардейцы, ВДВшники, ветераны АТО и полицейские маршем прошли по главным улицам Днепра. В Ивано-Франковске День казачества также отметили торжественным маршем. Под звуки оркестра несколько сотен участников, среди них бойцы вооруженных сил, нацгвардии и ветераны АТО прошлись центральными улицами города. В мемориальном сквере провели панахиду по погибшим воинам. Завершилось празднование масштабным вече. Кирилл Ющишин, Светлана Шекьера, Елена Миндалюк, Жана Дучак. Подробности телеканал Интер.